Здравствуйте! Да, я хотел ранее это видео записать. Прошло довольно много времени с последнего ролика по Сириус М2. И я как бы рвался к этим уровням, но жизнь носит свои коррективы, к сожалению. И да, пришлось немножко задержаться. Тем не менее, мы убегаем сразу сюда. Потому что нас тут сразу встречают три пулеметчика. И это довольно мерзопакостно. Видите, уровень не выёживается и сразу бросает на нас много-много сил, в том числе турели вот эти вот. Так. Мы сейчас пойдём в эти вот контейнеры. Уничтожим вот эту вот турель. Нас будут встречать тут также скелеты и прочая нечисть. Ладно, беги. Карлсонов прилетел. Маневрирует. Вот это иногда сложно бывает. Топ. Хорошо, что вы вылезли. Так, мы там оставили турель одну. Я специально на неё не трачу боеприпасы, потому что мы скоро получим секретное оружие. Сейчас, как только я пройдусь здесь и заберу всех кусняхи. Заодно заспауним. Можно больше монстров. Ну и пули, естественно. Пули нам очень сильно понадобятся здесь. Так. Тату рельса не может никогда ждаться, пока я её грохну. Для этого нам надо сначала взять три ящика и перекинуть их в ту сторону. Мы берём их и ставим сюда, формируя некую плесеньку. Мы могли спокойно запрыгнуть сюда и взять секретную снайперскую винтовку. Это единственный секрет на этом уровне. Далее. Весьма редкий на этом уровне момент тишины, который мы воспользуемся, чтобы зайти сюда. И освободить этих засранцев. Причём буквально засранцев. Забираем эти местные вкусняхи. И готовим гранаты. При фаер мы закидываем туда, потому что здесь каждая секунда дорогая. Нас будут прессовать. Откровенно прессовать. На Карлсонов пока не будем обращать внимания, не то чтобы они много делают. В основном надо уничтожать танки и солдат. Особенно солдат, потому что эти негодяи разбегаются по всей этой площади. Стреляют с всех сторон. И да, это неудобно. То есть это вот моя такая здесь местная тактика. Закидывать их гранатами. Периодически переключаться на мини-ган, чтобы отстреливать тех, кто отошёл и так далее. Это они вот Мерзкие ребята, они разбегаются очень так активненько. И своими лазерами наносят очень много урона. Неприлично много урона для монстров их категории. Так, вот уже появляются турели. Значит, нам надо отступать. Уничтожим вот этого, чтобы оно не мешало. Остальные пока изживут. Как видите, скелеты присоединились к вечеринке. Уничтожили последнего мелкого синенького чувачка. Это печально. Но мы за него отомстим. Не забываем периодически подкидывать гранат. Когда по летающим противникам или тем, которые там в высшем уровне находятся, вы могли видеть, что я периодически этим балуюсь. То есть оружием стреляю по ним. Закидываю гранату и граната падает на тех, кто бежит внизу. Слишком много всего происходит. Сложно комментировать. Еще у меня и пули закончились. Но это нормально. Упс. Эта пушка все-таки умудряется иногда выстреливать. Нужно быть осторожным, потому что она тоже делает достаточно много пакостей в виде урона. Мне осталось поймать четыре зелененьких лазера и я труп. Может даже меньше. По-моему, они двадцать урона не наносят. Никогда не обращал внимания. Остатки, походу, этих солдат. Провала должна закончиться. Используемся пока моментом, чтобы заканчиваться. Нет, видимо, не собираются. Две такие пушки. На их выснайпе мы добьем из дробовика. О, как красиво. Так. Отлично. Это самая сложная часть этого уровня. Потому что здесь могут задавить очень-очень быстро. Так. Здесь также мы можем видеть пулеметчиков. И угадайте, кто вернулся. Зомби с дробовиками. Вы скучали? Я нет. Не менее, этих ребят можно очень просто отсюда выснайперить, чем я и воспользуюсь. Да, здесь из контейнеров также монстры выпрыгивают. так, аккуратненько. Наверное, гранатами закидаем. И вот здесь аркетчик делают. Какие-то свои дела. Я не знаю, что он поделает. Наверное, там, чтобы нас удивить. сейчас пройдусь здесь еще посмотрю, если... Ой! Ой-ой-ой! Ну, они больно кусаются. Не так уж часто они... Их подпускаешь к себе так близко. Так, пройдусь между контейнерами, посмотрю, есть ли тут еще. Определенно есть. Отлично. И так, детишки, если вам было интересно, откуда берутся зомби, да вот откуда. Буквально. Кстати, вот этот маленький альбинос производит маленьких зомби. Они довольно милые. О, смотрите на них. Какая прелесть. Ну, а этот производит обычных зомби. Не спрашивайте, почему. Здесь за углом так же зомбетина обитает. И вот здесь тоже. Аккуратнее. Затем углом тоже должен быть, но нас опасность поджидает вот тут. На самом-то деле. Это достаточно эффективный способ убивать. Гранату шемблеру и дробь для зомбей. Так. А, скелеты еще появятся. Ну, это пустяки. И так, время большой битвы. Большими ребятками. здесь мы поработаем пушкой. И следующую волну мы уже встретим. нет, не с этими турелями. А с нашим любимым транспортом. Да-да, опять машинки. Я здесь не против на самом деле, потому что тут форменный бардак творится. пока что ничего особенного. Но, как видите, игра тут дает свободный доступ к серьезную бомбу. Это должно о чем-то говорить. здесь довольно много летающих вот этих нонсенсов. Ну, и увидите, сколько танков на него нас посылают. здесь не то, чтобы много есть что говорить, просто наслаждайтесь фейерверком, я думаю. греющий полет. А, да. И вот эти вот грузовые самолеты скидывают на нас спаунеров. Это вот такие шары, которые стреляют зарядами альбиноса и также производят мелких гадов. И они довольно прочные. Они выдерживают прямой заряженный выстрел из пушки. Да, они довольно мерзковатые. необычные. А вот и еще. подкрепления спаунеров. Их буквально скидывают с этих самолетов. Это интересный способ их появления. Возможно, самолеты можно уничтожить, чтобы они их не сбросили. Честно, врать не буду, не проверял. Может быть. Даже если там миллиард здоровья, серьезные бомбы или с щитами можно это сделать. Это слишком много. Они меня прям прессуют. И да, я понимаю, что они слишком далеко, но это расстояние весьма быстро сокращается. Еще и вертолеты. Машинка не настолько уже прочная. Там есть, конечно, вторая, но хотелось бы этот бой пережить с одной лишь. Посмотрим, как это у меня получится. Прекрасно. Должен ли я рисковать? Да, определенно. Ох. Отлично. Зачем он сломал турию? Так. Ну, этих летучек мы собьем с помощью снайперской винтовки. Ну, и добьем мини-ганом. Так как на Сириусе они не умирают с одного выстрела. Что у меня сегодня с прицеливанием? И на этом уровень должен завершиться. Да, именно так он и делает. Ух. 15 минут чистого экшена, где реально такое ощущение, что против тебя бросают вообще все, что можно. И это чувствуется. Тут очень хорошее давление происходит, по крайней мере. Я не помню, честно, что этот уровень был сложным, но когда я начал у него играть сейчас, может быть, это геймпада зависит еще, или что-то, я не знаю. Но он достаточно сложный, особенно начало. В начале все очень быстро может пойти не так, особенно если не ожидаешь или забываешь о том, что тебя три пулемета просто встречают, и они моментально сносят здоровье. Поэтому сразу же прячемся за контейнерами и атак. Атак уровень отличный, не очень нравится местный экшен, это просто чистое, рубилово, весь уровень, просто идешь вперед, всех убиваешь. И оно даже достаточно разнообразное, то есть в начале вот это вот бойня, где там надо отражать вот эту атаку, потом вот этот момент с контейнерами, где между ними перемещаешься и потихоньку там отстреливаешь вот ребят, потому что если ты выйдешь на них напрямую, то достаточно быстро их не убьешь, то будет больно. Будет очень больно. Там и пулеметчики, там и турели, там и другие хитсканеры, и еще и два альбиноса, которые производят этих ребят. особенно тот мелкий может быть достаточно противным. Мелкие зомбята могут зайти там за угол, потеряться где-то и отстреливать отовсюду. И попробую их найди еще. Ну и финальное вот это вот поле битвы с машинками, с кучей-кучей танков, вертолетов и спаунеров. Это весело. Да, мне нравится этот уровень. Следующий будет в зимнем уже окружении. Ну, это достаточно экономично для этого времени года, поэтому да. Я надеюсь, до него не придется столько ждать, если кто-то ждал. Тем не менее, да, спасибо большое за просмотр и всего доброго.